В России наблюдается нехватка зарубежных и отечественных вакцин от инфицированных заболеваний для собак и кошек. В Россельхознадзоре указали, что в 2023-2024 годах российские компании производили более 14 миллионов доз вакцин от таких болезней для собак и кошек. А в прошлом году в страну ввезли около 8 миллионов доз иностранных препаратов. Но на территории Российской Федерации зафиксировано почти 75 домашних животных, указывают эксперты. Специалисты Центра питания и благополучия животных проводят всероссийскую перепись домашних животных. Численность собак в стране составляет 25,5 миллионов, кошек – 49 миллионов. В Россельхознадзоре указали, что из отечественных производителей вакцины для собак производят 4 компании. Только одна из них осуществляет производство препаратов для иммунизации кошек. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей считают, что решать проблему можно было бы путем восстановления импорта. В первую очередь от тех производителей, продукция которых поступала официально и привычно россиянам. Зарубежные производители готовы к восстановлению поставок, но прохождение проверок займет не менее года. Поговорим о вакцинации домашних животных с нашим гостем. У нас в студии Татьяна Мурадова, ветеринарный врач Центра Бетховена. Доброе утро. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Рад вас видеть. Вакцинация, вакцинировать животных рекомендуют раз в год. Почему? Потому что многие инфекционные заболевания не лечатся. А если лечатся, то очень тяжело и дорогостояще, естественно. Ну, то есть это чревато чем для владельцев в будущем? Животное может погибнуть. Если не вакцинировать, то животное может, естественно, заболеть и погибнуть. От каких заболеваний вакцинируют? От многих заболеваний. Сейчас большой спектр препаратов. Есть некоторые вакцины, которые только вакцинируют. Есть поливалентные вакцины и моновалентные вакцины. В основном мы рекомендуем вакцинироваться в первую очередь от бешенства, потому что наш регион не совсем благополучный по этому заболеванию. Также сейчас очень много приходит собак с заболеванием парвовирусного энтерита. Это тяжелое инфекционное заболевание кишечника. И им страдают именно щеночки, в основном щеночки. И, конечно, летальный исход достаточно большой. И мы рекомендуем от этих заболеваний, конечно, вакцинировать. Ну вот если все-таки хозяин не ответственно подошел к этому вопросу, не вакцинировал собаку, вообще, в принципе, в чем это может грозить? Ну, это пожелание владельца или это его ответственность? Его ответственность, скорее. То есть он должен? Он должен, да. Он должен вакцинировать свое животное, потому что лечение очень тяжелое некоторых заболеваний. Такие вот, опять же, как парвовирусный энтерит. Ну или бешенство, это же вообще, ну, как бы история, это страшная. С бешенством тут будет с одним концом все. Но вакцины сейчас у нас есть в Крае? Нехватки? Нет ее? В Крае, наверное, есть. Но в нашей клинике вакцины есть практически все. И есть даже французские вакцины, которые в достаточном количестве. Ну, уход заметен каких-то, может быть, компаний со всеми вот этими событиями международными? Конечно. Некоторые американские компании ушли, но у нас есть вот французские вакцины ничем не хуже тех, что были ранее. А вот если мы, допустим, начали до всех событий, там, животное прививать вот этим препаратом, лучше этого препарата придерживаться всю жизнь или можно выбирать? На самом деле все штаммы вирусов бактерий в вакцине примерно одинаковые. Мы можем выбирать, но, конечно, мы говорим про аллергическую реакцию и непереносимость индивидуальную. Поэтому, конечно же, все-таки желательно использовать одну вакцину. Но в современном мире, в настоящее время, это практически невозможно. Если поставите другую вакцину, ничего страшного не будет. Я сегодня мистер подытоживатель. Получается, еще раз, если у нас вакцины французские у вас, в частности, можно поставить, то есть не проблема, из-за рубежа вакцины привозятся, сегодня все это решает. Да, все верно. А самому можно, там, за границу в отпуск поехал и привез? Вакцину? Или какие-то препараты? Вы знаете, наверное, будет сложно, потому что нужно соблюдать температурный режим. Нужно смотреть, есть ли сертификат от этой вакцины. Ну, тут есть некоторые сложности. Какие еще обязательные процедуры необходимо проводить с питомцем, помимо вакцинации? Обрабатывать от клещей. Это сейчас самая актуальная тема нашего сезона. Вот мы сегодня уже, да, говорили о том, что увеличилось количество случаев присасывания собак, да, каких-то там присасывания клещей к собакам до каких-то удивительных масштабов. На самом деле, фиксируете вы такое в своей практике? Сколько вот, как часто обращаются? Очень часто. 90% из всех пациентов сейчас у нас, конечно, с пероплазмозом. Ну, грубо говоря, с клещом. Ну, вот вы знаете, я готовился к интервью и узнал, что, кажется, есть такое сложное слово. Дегельминтизация. Это вот от паразитов, правильно, обработка? От гельминтов, да, от глиста. Вот вы расскажите, пожалуйста, про это, как сегодня дела обстоят? Как часто вообще нужно проводить обработку препаратами? Если собака либо кошка живут в квартире, то, конечно, можно проводить один раз в три месяца. Если живет животное на улице, то нужно ежемесячно проводить обработку, потому что есть такие гельминты, которые живут в сердце, называется дирофилиария. И, конечно, они передаются через укус комара и развиваются очень быстро. И нужно как раз-таки проводить обработку. Какие препараты? Любые препараты, макроциклические лактоны. Это, допустим, Диранет, Мильбимакс, Милпразон, Нецгард. А вот, допустим, у нас же есть различные вариации. Капельки кто-то берет, таблетки кто-то берет, или ошейники какие-то для собак. В чем разница? Может быть, можно ли что-то посоветовать, что вот этот препарат эффективный от клещей? Да, наверное, можно посоветовать, потому что много препаратов сейчас уже выпустили наши российские производители. Но лучше всего работают Бравекта, Симпарика, Нецгард. Это таблетки. Если капельки на холку, есть новые капельки, достаточно экономичные, называется Атакса. Они правда работают. Есть капельки, инспектор тоже хорошо работает. Но вот сейчас перечислили бренды, которые ушли из России. Бравекта вот часто и в социальных сетях там тоже часто обсуждают, во-первых, цены космические. А во-вторых, можно ли ее сейчас найти на рынке? Да, у нас можно. А заменители есть? Симпарика. То есть у вас есть все, и то, что мы озвучивали. Все верно. А по поводу еще обработки от гельминтов хотелось бы сказать. Если у нас, допустим, есть собака и кошка. Собака, понятно, у нас там гуляет, на улице ходит, да? Кошку мы не забываем тоже же обрабатывать. Конечно, если вы обрабатываете, то всех сразу. И мужа тоже. Желательно. Ну, кстати, себя знаешь ли. Где гельминтизацию сделать? На одном, да. Не мешало бы. В общем, друзья, про обработку от паразитов мы не забываем. Про вакцинацию животных тоже помним. Потому что, ой, даже если кошка, допустим, живет дома, это же все равно не гарантия того, что вы с обувью не принесете никакую заразу. А мы очень не любим, когда наши любимые питомцы болеют. Следите за братьями, меньшими нашими. На студии была Татьяна Мурадова, ветеринарный врач, Центр Бетховен. Татьяна Мурадова, ветеринарный врач. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова